Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь, и сегодня мы поговорим о трудовых лагерях для детей, отмены льгот на недвижимость. Ну и почему Басков выпустил облигации, по которым отказывается платить. Все это и многое другое прямо сейчас на канале Реальная Беларусь. Полтора миллиона белорусов могут лишиться льгот на недвижимость. В 2022 году полтора миллиона граждан Республики Беларусь могут лишиться льготы по налогу на недвижимость, которую на данный момент имеют собственники квартир в многоквартирных домах. Об этом сообщила заместитель начальника управления налогообложения, доходов и имущества физических лиц Министерства по налогам и сборам. Екатерина Зарецкая. В настоящее время налог платят только владельцы двух и более квартир. В Беларуси их более 215 тысяч. Как вы понимаете, только 215 тысяч белорусов имеет две квартиры и более. Это говорит о том, что наша страна тонет в нищете. В Могилевском районе появился лагерь, трудовой лагерь для школьников. В Могилевском районе торжественно открыли живую лабораторию. Во время фашизма и сталинизма это называли лагерями. Лаборатория появилась благодаря воспаленному сознанию главы хунты Ильянова-воплотителя приказа на местах. Теперь в школах будет законно использовать рабский труд детей. Открывая мероприятие, зампредседателя Могилевского райисполкома Александр Алекса отметил, что проект в Семчуках это результат, поднятый недавно главой хунты темы и заметил. У нас школьники уже давно в деревне не знают, что такое земля, почва. Они уже не умеют работать. В соответствии с этим поручением мы активно работаем по закреплению фруктовых садов за школами, сказал Александр Алекса. В общем, оно и получается, что один неадекватный человек с воспаленным разумом предложил заставлять наших с вами детей работать в связи с тем, что этим детям можно не платить, заставлять делать черную работу, которую, в общем-то, никто другой делать не хочет. А найти работников на эту самую работу с такой заработной платой невозможно. Тем самым, в общем-то, поднимать экономику. Ну и, в общем-то, из детей сразу же превращать рабов. Они говорят о том, что наши дети не умеют работать. Зато наши дети умеют много чего другого. Нынешнее поколение создало айти. Наши айтишники востребованы во всем мире. Они тоже не умеют копать картошку. Они также не умеют мести асфальт или красить траву. Но они умеют зарабатывать деньги, приносить доход стране и развивать экономику. Они живут в достатке, при этом не умеют собирать картошку. Когда динозавры учат новое поколение жить по-старому, мы не можем нормально развиваться. Когда такие динозавры, как диктаторы и его прислужники, пытаются навязать нам, как нужно жить, когда сами не умеют банально пользоваться сенсорными телефонами. Нормального из этого ничего не выйдет. Ну и в принципе рабский труд детей запрещен во всем мире. А в диктатуре разрешен. И даже, в общем-то, поощряется. И какие еще нужны доказательства, что наша страна под управлением этого неандертальца не имеет будущего? Какие? Напишите свое мнение в комментариях. Басков выпустил облигации, ну а теперь не хочет по ним платить. Неандертальец и прислужник диктаторского режима, который не несет за свои действия никакой ответственности. Поэтому не удивлен, что Басков выпускает облигации, а потом кидает белорусский народ. В общем-то, лукашенковские мошенники пытаются заработать на белорусском народе, как только умеют. И как могут только придумать. Подготавливают финансовую почву для будущего побега. Дома в квартире «Южная Европа» комплекс «Минск.Мир» не строится уже более двух месяцев. В домовом чате есть прораб, говорит, что не платят вообще. В офисе рассказывают сказки про корону, что 40% строителей болеют. На электронные обращения вообще не отвечают, сообщают наши читатели. Ранее мы уже рассказывали о том, что сербские друзья агрофюрера задолжали крупные суммы белорусским компаниям. И тут снова очень интересная ситуация. Диктатор встречается со своими сербскими друзьями. Ну, не сейчас, а ранее. Пиарится, рассказывает о том, что это надежные товарищи. Люди, которые инвестируют в нашу страну. И что диктатор практически дает гарантию, что с этими людьми можно работать. Белорусские подрядчики предприятия начинают сотрудничать, зная о том, что диктатор поручился. А в итоге те собираются и уезжают. Забирают баблишко. А наши белорусские подрядчики и те, кто сотрудничал с этими организациями, остаются без нихрена. И диктатор, как вы понимаете, никакой ответственности не несет. Как было это с деноминацией и с девальвацией. Деньги менялись, вклады менялись, деньги пропадали. Люди без бабла, а диктатор не при делах. Вот так оно и работает. Сейчас экономика рухнет, диктатор снова обещает. Ну, либо Тихановскую, либо меня, либо кого-нибудь еще. Что это мы виноваты. А он нет. Он 27 лет руководит страной, а виноват белорусский народ. Ну, удобно, в общем-то. Ну, а в Беларуси бесплатное образование выглядит примерно так. 25 рублей ты уже должен априори на закрепление материальной базы обучения. Какая нахрен база, какое нахрен закрепление, никто объяснять не будет. Подтянули попитчический совет, который поставил родители перед фактом. С каждого по 25 рублей. Как вы понимаете, с сентября это 25 рублей уже не первые. И даже не вторые, не третьи, не пятые. Сколько белорусы отдают на школу, мне страшно представить. Вот если кто-то из вас смог подсчитать, какую сумму вы отдали в школу до этого дня, напишите нам в комментариях. Я на следующем ролике обязательно подниму эту самую тему, и мы с вами поговорим более глубоко об этом. Ну, а пока, кто готов сдать 25 рублей? Пишите в комментариях. Ну, а кто не готов, не нужно сдавать. Вы никому ничего не должны. Вы платите свои налоги, причем немаленькие налоги. Наша налоговая система берет с белорусского народа больше, чем немецкая налоговая система. На секундочку. Поэтому вы уже заплатили. И за будущую пенсию, и за обучение своего ребенка, и за свое социальное содержание в этой самой стране. Поэтому вы никому ничего не должны. А вот государство и образование вам должны. Помните об этом, белорусы. Более ста стран подписали декларацию, включая Россию, что, в общем-то, не будут после 30-го года вырубать лес. Подписали все. Кроме белорусского диктатора. Наша страна сказала, что лес растет быстрее, чем его вырубают. Ну, как и коронавируса нет, так и лес у нас в порядке. В общем-то, легкие Европы превратятся в прокуренные легкие этой самой Европы. Ну, не зря же контрабанда сигарет распространяется по всему миру. Сто стран, включая даже Россию, подписали эту самую декларацию, а Беларусь не подписала. Это говорит о том, что в следующем сезоне наш лес, если диктатор останется у власти, будет еще более серьезными масштабами утекать в Китай и другие страны нашего мира. Лукашисты признались, что МВДшники, ККБшники и другие силовики нервно неустойчивы. Ну, психопаты, больные люди. И создали, в общем-то, комнату для успокоения этих самых нервов. Как она выглядит, это смех. Да и, в общем-то, сама эта постановочка очень смешная. Я думаю, что мусоров просто нужно посадить в камеру и объяснить, на что они подписались и какая ответственность им светит. Тогда их моральное состояние быстро, очень быстро изменится. Ну, а шарики и мишура, в общем-то, и светодиодные фонарики им уже не помогут. Точно вам говорю. Ну, и новость для белорусского народа. Теперь мигранты будут летать не только в столицу, но и в областные центры. Так что, в общем-то, не только Данамол будет страдать от посещения нелегальных мигрантов, но, скорее всего, все соседние наши города будут испытывать кайф, который испытывает сейчас каждый минчанин, который выходит из дома. Ну, а к этим мигрантам, которые уже есть в нашей стране, прибавится еще и Палестина. В общем-то, белорусскому народу станет жить еще комфортнее. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и пишите несколько комментариев для продвижения этого видео в топ. Помните про политические заключенных и родных, и близких. Политические заключенных – это очень и очень важно. Вы были на канале «Реальная Беларусь». И это были свежие, реальные и актуальные новости от канала «Реальная Беларусь» специально для вас. Пока, друзья!